доброе утро дорогие друзья где-то такая музыка гремит я иду искать ого там поджа а 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 доброе утро до шулька я вообще думала это там на main road я точно не знаю но я думаю что это окончание религиозного фестиваля весенний наваратрия последний день десятый нава это 9 9 ночей богини отмечают и десятый день вот они торжественно самый такой красочный саши сказал сегодня заканчивается пост я ему говорю ну может быть тебе тогда отварить яйцо на завтрак он говорит нет но я конечно утверждать не буду что именно в честь этого может быть может быть в честь чего-то другого именно это вот празднование сейчас они проводят а а а а а а а а и а и и а и а и а и а а А может это свадьба? Обычно на свадьбе музыканты, вот так их много, и они играют на трубах, в барабанах. Вон, видишь оркестр, не знаю, не знаю. Даша, хочешь такие волосы длинные? Это вообще моя мечта была. Моя мечта? Любой девочке мечта такие волосы. Ну да. Вон какие, нижепопы. Да. Еще и челка. Индианки обычно не делают челки. Она как кореянка, китаянка, японка. Они какие-то настоящие. Обалдеть. Обалдеть. Хочу. Даша, а что это капает? Это дождь на улице или с верхнего этажа? Что это? Стирают? Ну, капает? Труба? Точно, труба капает. Очень неудачная. Труба капает. Труба капает. Труба капает. Труба капает. Продолжение следует... 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 И все, Даша, мы должны быть непокобелимы и больше аскетичны. Вот так вот, аскетичненько. А ты йог. Ты посмотри. Он живет в щеке, но у меня другой вариант. Ты молодец. Ты хочешь у вас ветки интересны? Как тигрик. В следующей жизни будешь тренером по йоге. Ну, или хотя бы студентом. Давай узнаем, где он работал в Москве еще раз. Потому что просили узнать. Алло. Адерван. Камин. Ладно, потом. Ви придем. Ви придем. Чтобы съесть. А что вчера ели? Очень вкусный был нудл вчера. Мне понравился. Ну, что у них есть, то есть бумажки вон есть. А почему тут так себе бумажки? Ну, нам попались сухие. Ну, может, там что-нибудь по дороге такое. Вот такие теперь у нас завтраки. Потому что доктор аюрведический сказал Ничего жареного, риса нельзя. Поэтому теперь мы будем питаться чоколадом. Не корысти ради. Только волею аюрведического врача. Я говорю, может, сам оскус кушаешь. Она говорит, это очень ойли. Вкусно, но... Вкусно, хочется. Но врач не разрешил. Я вот почему вчера картошку при вытирала? Я вытирала масло. Тот, который максимальный. Хороший магазин, мне нравится. Даша, Даша, фу. Фу, 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 фу. Давай, Даша, отправим посылку в Россию. Начнем уже настоящую, человеческую аскезу. Не нашу такую вот. Мне очень нравится наша. Для кому не нравится такая аскеза? Мне кто-то говорил, что украшение женщины это уже является аскезом. Потому что женщина себя украшает, заботится, себя ухаживает. Это уже большая аскеза. Намасте. Как вы можете? Кто вы такие, чтобы... Сопротивляться. Да, конечно. Ведок еще написано. Асайбаба тоже говорил, что женщины должны быть как цветы. Яркие, красивые. Что, типа, вы должны наряжаться для меня, например, когда приходите в мандир. Вот как? Как противостоять такому? Как сказать нет, да. Поэтому, видите, дом свой обустроили, теперь пора себя. Гориантов нет, Ирина. Что делать? Что делать? Получше. Вот совсем рядом от нашего дома метров 100-150. Тут я практически всю эту дорогу не выключала камеру. Находится почта справа. А слева parcel packing and sending service. Сервис. Вот. И Саши там. Папа там, заходи. Ой, обо что я стукнулась-то? Ага. Смотри, какой коврик. Таких у нас еще нет. Таких у нас еще нет. А, в коробке складывать. Чтобы положить в коробочку и упаковать, они попросили 600. Саша говорит, очень много. 500. Он говорит, ну, коробка всего там 30 рупий. Ну, этим живет эта маленькая семья при почте. 16 с половиной твоя. Можно еще было 4 накидать. Сбегай за ковриком. Положи коврик. Какой младенчик, посмотри. Там на кровати видишь младенчик? До 20 разрешено. Спит так спокойно. Красивая. Там же ребеночек спит. Типа. Бэби-слиппинг. Бэби-слиппинг. Абви адрес аппу дей рэй. Абви адрес аппу дей рэй. Абви адрес. Абви адрес. Абви адрес. вот так до шулька упаковать 500 отослать 1 килограмм 1600 каждый следующий по 500 это я не знаю это получится сколько вот приблизительно но 1012 у тебя до выйдет здесь еще 500 17 килограмм умножила 17 на 5 до но там же первый килограмм 2 а потом 500 посмотри у собаки чипачи лежат вон посмотри вон сзади за тобой . ну может она вегетарианец ну да да как твой люси пока снимаешь он вегетарианец а только отвернешься он ведь все лопает лопает а лев толстой было вегетарианцев писал войну и мир он мясо ел лопал а когда она каренина лопал 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 лев толстой и тот не ел мясо когда анну каренина писал лопал я когда читала я первый раз я ехала в метро я смеялась прям в голосе ну особенно про него сюки я прямо я прям в покате сидела вот так да она еще такая она действительно гениальная так что даже откладывается в голове прямо запоминаешь это цитатами прямо целыми обжатами запоминаешь помнишь там волчица ты тебя я презираю все бурдукова ты уходишь от меня уходишь от меня к тебе бурдукова волчица ты и подлая при том но как так и не запомнится на годы он любил деньги и страдал воровал и краснел или как стесняющийся воришка бог послал сегодня курочку от ответа и ты чем бог послал золотой теленок я тоже прям да намасте тащит в гору тяжелую телегу но улыбнулся остановился улыбнулся вот таких коробок то нет под наш посылки ну знаешь за 500 руки пусть склеют из чего-нибудь я думаю у них все есть я думаю что они подготовились все коробки какие возможно они где-то приныкивают это бизнес там какой-то баба интересный такой в оранжевом он сарафане адрес адрес и декларации и и и и и и и и к 3 папа несет девочку на голове а девочка в свисток свистит сейчас тренирует папу выгуливает до свести давай свести застеснялось у нас конечно коробки вот это мы с вами пошел пились по нашему сказать ты знаешь я не ожидала я как-то все было по лайту там коврик там наволочка вот чуть-чуть тут чуть-чуть там получается это знаешь как как с лишним весом кажется какие-то гномики по ночам ушивают твое платье а здесь какие-то гномики подкидываются без очки коврики да там весело один коврик притащила там весело два коврика там три наволочки откуда 20 килограмм откуда такая сумка не знаю этот вопрос хотя бы на пару лет ничего бесполезного не взяли никакой ерунды все очень нужно особенно ой боже ты посмотри пожалуйста какую мне сейчас зрительница прислала картинку с ковриками и я тебе переслала я думаю это современная как бы но она такая мимимишная вот именно такие коврики постелена и стилизованная квартира под а мне кажется это откуда-то из музея мне кажется да ну вот эти вот все вот вы вышито вот ручники и вот этих точно точно ну как же уютно и вот практически из ничего вот так у бабушек были права типа да 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 было было Я помню, мы коврики стирали Каждое лето Ходили на речку Дёрли щётками Потом сушили Я думаю, наверное У половины людей были такие бабушки А может и у 99% Которым отправляли их на лето И были такие коврики Были такие подушечки Были такие скатерти Я думаю, что у нас большинство всё-таки родом из деревни Ну то есть как бы там не ты А там твоя бабушка Не бабушка, так прабабушка Да Организация же началась не сразу Не знаю, у меня было классное В плане У моей бабушки было очень хорошо Мы в карту с ней играли за круглым столом Ходили там Помидоры соберём, салаты сделаем И булочки Эти бесподобные булочки из печки Есть Ну теперь я, значит, главную посылку отправила А теперь можно баночки закупать А есть место? Ну да Под баночкой Я на себя, если что, всё наздеваю Последний коврик на плечи Который не отправила в посылки Типа как это тёплый пледик Можно же Парео Это как, знаете, на Победе летают Там действительно всё на себя Ну там просто вообще Там даже на 10 грамм, если больше Всё, плати там пару Ой, да, Победа это жестоко Я больше никогда не полечу Ноги там даже Какой красивый, какой красивый сик Это вот из Гурудвары такой У него там ещё этот На палке, как он называется Это копьё, копьё Вон, видно? А сикчи, они... У них какая территория в основном, где они? Это Пинджаб Это молодая религия, довольно Гуру Нанак её основал И чтобы они отличались от индуистов Они вот такой себе придумали наряд Тюрбаны И они ещё не стригут волосы Ортодоксальные сетки И делают вот это вот Да, и под тюрбаном у них вот Волосы скручены в такой кукиш И там ещё гребень должен быть Деревянные на этом кукише Браслет должен быть На руке И штаны, как бы, панталоны Ну, как трусы такие Под брюками должны быть Тоже обязательно Этой религии всего лет 500 У них было 9 гуру И больше в этой религии не будет гуру Они решили, что у них только будет Священная их книга Гуру Гранд Сахиб Которая в золотом храме В Амрицаре находится Она огромная такая Не знаю Вот И во всех остальных гурдварах Это списки с этой гуру Гранд Сахиб А там высказывания этих гуру Мудрые мысли Ты была в Амрицаре? Ты была в золотом храме? Это ты зря Ну, кстати, лестница Очень хорошо могла бы Работать шкафом На нее Покупаешь вешалки Вот так вешать, вешать, вешать Так что, если где увидишь лестницу Тащи к себе в комнату По-моему, у нас уже там все наши эти Обслуга следит строго Потому что не успеют там пойти Повесить интернет Исчезает что-то Даша все несет в свой дом Облагоустраивает Вьет гнездо Ну, а чего? Я же не куда-то выношу А внутри все перемещается Это не иммигранты Я же, скажи, не продаю же Ну, все на месте, все в дом Ну, теперь они внимательно за лестницами следят Принесли, унесли А пока... Стул-то я успела Не так уж они внимательны Да, мешал стол, потом стул Вот им будет сюрприз, когда мы съедем Мы когда жили в общаге Вот я только поступила У нас было четыре подружки Мы сняли какую-то квартиру Прямо вообще без мебели было Без всего И вот Нам не хватало одного дивана Или кровати Или матраса У девочки не было спать Вот она приходит вечером Такая говорит Девочки Там рядом с помойкой Выбросили диван Мы просто не должны взять этот диван Мы под покровом ночи Втихую Чтоб всегда не подумал А студенты Сколько там денег? Ну, сколько? Ну, нисколько Все же нищие И вот мы утерли этот диван Ой, какие вы молодцы Ну, для того это и ставят Что может кому-то надо Чтобы забрали Я очень радуюсь Если я что-то выношу А через пять минут Этого нету У нас студенчество Это шикарное время Я прям вообще в восторге была До сих пор самое лучшее время В моей жизни студенчества Было очень нище Голодно Но это было Великолепно Это было великолепно Как можно убирать камеру Как можно убирать камеру Если вот-вот Идут вот так Ручки протягивают Знакомые люди Улыбаются Да, радостные такие И мы главное понимаем Что надо делать Она вот так протянула руки Мы начали шикиться Чудесная Индия Чудесная 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 Вот можно так вот Исти с полотенцем на голове Просто так по улице Красивая И с полотенцем на голове И никто не скажет Зачем у нее тряпочка на голове А мне всегда говорят Зачем у нее тряпка А вот надо Чтобы спросили Зачем Да Потому что здесь жарко Потому что здесь жарко У каждого свой теплообмен Я где-то прочитала Что не нужно никому ничего объяснять Потому что Лучший ответ Потому что Почему только не хочешь Потому что не хочу Почему хочешь Потому что хочу Вот и все А еще говорят Если нужно объяснять То не нужно объяснять Опять же Если нужно объяснять То значит Человек не понял И вряд ли поймет что-то Еще не время просто С тобой как памятник какой-то С нами детей Фотографируют Молодец Мне говорят Садись Садись Давай Ребенка мучают Иностранцами Да А того Того пихают А он Thank you Thank you А ребенок такой Демоны Демоны Кричит А это уже Thank you Thank you Что он сказал? Мбмп 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 Ну пошли Говорит Сказал предводитель Мбмп 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 Да не плачь ты Мы нормальные Мбмп 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 Аааа Исфа Мбмп 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 Ага Окей Мбмп 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 Какая прелесть Какая прелесть Бедный ребенок Теперь он Меня в детстве Пугали цыганами А сейчас его беда И значит если Если сидят Да на заваленке Бабушки А я играю Там уже 10 вечера Я уходить не хочу А они потом Все такие Цыгане Сейчас они тебя унесут Цыгане И вот здесь Вот тоже Наверное Ребенка потом Будут пугать Белые Белые Аааа Эх Знала бы я 50 лет назад Когда меня пугали цыганами Тогда бы я сказала Ну и че Сама к ним поеду Сама такая